Всем привет! Всем привет! Всем на канале Саша Элиф. Мы сегодня будем играть строку и там еще скажут. Привет, Элифочка. Я вижу, у тебя есть такой красивый учебник. Называется Первый учебник Малыша. Мы будем учить цифры, цвета, различия. Давай посмотрим, что же есть у нас в этом учебнике. И наше первое задание выучить цифры вместе с Белоснежкой. Итак. В одном далеком-предалеком королевстве родилась принцесса и назвали ее Белоснежка. Но, к несчастью, вскоре ее мать умерла, а отец через некоторое время снова женился. Только король не знал, что его новая жена была злой, жестокой и самодовольной колдуньей, которая была озабочена лишь своей красотой. У нее было одно волшебное зеркало. И каждый вечер колдунья задавала ему один и тот же вопрос. Зеркальца, скажи, есть ли в моем королевстве кто-нибудь красивее меня? И зеркало всегда искренне отвечало. Нет, моя госпожа, ты самая красивая. Итак, мы выучили цифру 1. Элифочка, посчитай, сколько здесь предметов? Один стул. Теперь ты. Одна корона. Правильно. Одна корона. Одна ваза. Одна ваза. Один кот. Растение. Растение. Одно растение. Одна чечка. Один тот. Фонарик. Фонарик один. Один фонарик. Итак, мы выучили цифру 1. Да. Ой, еще сказка. Рост. Но однажды зеркало ответило, что в королевстве есть девушка, которая красивее, чем она. Зволнованная услышанным королева два раза повторила свой вопрос. Но ей пришлось поверить зеркалу. Белоснежка красивее, чем ты. Как же это рассердило королеву. Цифра 2. Две метлы. Две метлы. Теперь Элифочка считает розы. Розы два. Два свечка. Два белка. Две белки. Я помогу тебе. Два плотника. Два плотника. Два улитка. Две улитки. Зеркало. Зеркало два. Два зеркала. Молодец. На следующий день королева позвала своего верного охотника и приказала ему. Отведи белоснежку в лес и когда пройдешь без остановки три дня и три ночи, ты должен ее убить. Но сделай это очень далеко, потому что если король знает о моем плане, я обвиню тебя в предательстве и ты будешь казнем. Бедному охотнику пришлось взять с собой девушку и увезти ее далеко-далеко от замка. Цифра три. Три картины. Три картины. Три грома. Три собака. Три оленя. Молодец. Цифра три. Но когда охотник вынул нож, чтобы убить белоснежку, ему стало жаль ее и он не смог убить невинное создание. Беги, деточка, как можно дальше и никогда не возвращайся в замок, предупредил он ее. Так белоснежка в сопровождении четырех маленьких зверюшек все глубже и глубже продвигалась в лес, пока не обнаружила замечательный домик. Цифра четыре. Четыре сахарницы. Четыре сахарницы. Четыре сахарницы. Четыре проснежки. Четыре цветочка. Четыре домика. Четыре курочки. Отлично, мы выучили цифру четыре. Когда она вошла в дом, оказалось, что он пуст, хотя было видно, что там проживало много людей. И они наверняка были ростом не выше пяти дюймов. Девушка успела немного отдохнуть, прежде чем вернулись в Хизеева этого маленького домика лесные гномы. Услышав печальную историю белоснежки, они предложили разделить с ней свой кров и все, что у них было. Цифра пять. Пять шляп. Пять шляп. Пять шляпоков. Пять кройков. Пять кривов. Цифра пять. Белоснежка и гномы подружились. Они жили мирно и счастливо, пока в один ужасный день к их дому не подошла старушка. В руках она несла с полдесятка яблок. И увидев девушку, предложила ей самое красивое из шести. Возьми, деточка, этот подарок. Белоснежка даже не подозревала, что на самом деле эта старушка была ее злой мачехой, которая отравила ее, чтобы покончить с ней собственноручно. Итак, цифра шесть. 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 Шестец. Шесть. Шесть лист. Шесть свечек. Шесть свечек. Кувшин. Кувшин шесть. Шесть кувшинов. Итак, цифра шесть. 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 Животных. Давай посчитаем по одному. Один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И животных. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Девять. Семь. 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 Цифра семь. Семь. Принц из соседнего королевства, путешествовавший по тем краям, приблизился к гробу. Когда увидел грустных гномов и восемь букетов цветов, очарованной красотой белоснежки, принц наклонился, нежно приподнял подушку и поцеловал белоснежку. Она открыла глаза и влюбилась в принца с первого взгляда. Принц и белоснежка сразу же поженились и жили долго и счастливо. Цифра восемь. Восемь колпаков. Да. Бабочки. Бабочка восемь. Четыре восемь. А теперь давай посчитаем бабочек. Один. Два. Три. Четыре. Три. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И у нас еще остались цифры. Девять. Девять. Давай посчитаем горшки. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Девять. Восемь. Восемь. Девять. 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 И цифра десять. Сейчас мы посчитаем книжки. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. Десять. Отлично. Сегодня со сказкой Белоснежка и семь гномов мы выучили цифры. Мы научились считать до десяти. Тебе понравилась такая игра? Да. В следующий раз мы будем учить цвета. Да. А теперь давай попрощаемся со всеми и скажем пока-пока. Да. Пока-пока. Спасибо, что смотрите наши видео. Спасибо, что смотрите наши видео. Пока-пока.